Здравствуйте друзья! В своих обзорах я неоднократно рассказывал о устройствах, которые созданы энтузиастами умного дома, причем многие из них не только не уступают по качеству сборки заводским, а зачастую просто не имеют промышленных аналогов. Сегодня мы поговорим о подобном устройстве, сетевом Zigbee координаторе SM Lite на базе чипа CC2652P. Несмотря на сходство с координатором ZigStar, про который я тоже рассказывал, это разные устройства из разных проектов, хотя и служат одной цели. Основой для данного устройства служил проект TubeGateways, все ссылки я оставлю в описании. Как видите, я не преувеличивал, когда говорил что есть устройства не уступающие качествам изготовления, тем что изготавливаются в заводских условиях промышленными партиями. Видно что создатели скрупулезно отнеслись даже к таким мелочам как маркировка на металлическом корпусе, а ведь это тоже затраты и никак не влияют на функциональность. Такое внимание признак того, что устройство создавалось душой. С одной из сторон находится разъем для антенны, который идет в комплекте. Диаметр отверстия в крышке подобран так, чтобы антенна полностью накрутилась и встала на свое место. Сетевой интерфейс Ethernet наиболее надежный и стабильный, питание microUSB, поддержки Power Rover Ethernet нет. Сделано это исключительно из практических соображений. Что касается microUSB вместо USB-C, у всех остались кабеля от старых смартфонов и планшетов, которые некуда девать. Вот тут он и найдет свое применение. Благо, постоянно подключать и отключать питание не надо. Что касается POE, это усложняет и удорожает устройство, при том, что эта опция нужна не всем. Кому нужна, проще купить POE сплиттер, который будет заниматься и питанием и обменом данных. Его можно заказать вместе с координатором. В комплекте идет антенна для диапазона 2,4 ГГц, в котором работает Zigbee, с коэффициентом усиления 6 дБ. На этом слайде можно оценить толщину металлических стенок корпуса, которые выполняют не только защитную функцию, но и роль экрана. С обоих торцов его закрывают пластиковые крышки, выполненные методом 3D печати. В них предусмотрены пазы для платы устройства, благодаря которым оно плотно и неподвижно закреплено внутри корпуса. Zigbee часть построена на базе модуля E72 от E-Byte с чипом TI-C2652P, тем же что используется в USB Zigbee стиках версии 4. Она соединяется в виде бутерброда с транспортной частью на ESP32 с портом Ethernet. Действительно, тут очень похоже с устройством проекта ZigStar, про который я уже рассказывал. Главное преимущество использования Ethernet вместо USB, возможность вынести устройство далеко от сервера управления, который может находиться например в подвале, либо на другом этаже или другом здании. Практические кейсы по запуску нескольких Zigbee TMQTT на одном сервере и подключению нескольких серверов на один LAN Zigbee координатор, который я показывал в уроках про ZigStar, актуальные для этого устройства, ссылки я поставлю в описании. Подключаем питание и сеть, переходим к практической части. Первым делом нам нужно выяснить какой адрес присвоен устройству, в моем случае 192.168.0.237. Обязательно зафиксируйте его на роутере, при желании можно его сразу поменять, но он не должен меняться в дальнейшем. Я решил еще раз показать установку Zigbee TMQTT с нуля на совершенно пустом только что запущенном сервере. Сначала нужно поставить MQTT брокер, это серверная часть. Напомню, MQTT это система обмена и хранения сообщений, она используется не только в Zigbee TMQTT, но и для работы с многими другими устройствами, да и просто для хранения своих данных. Данные хранятся в так называемых топиках, они могут иметь вложенную структуру, чем-то похожую на файловую. Ставить серверную часть в виде аддона или как отдельный сервер, функционально без разницы. Плюс аддона, установленного через Supervisor, это удобство при подключении интеграции Home Assistant, обновлений и общего резервного копирования для всех установленных в систему аддона. Перед запуском переходим в раздел конфигурация. Тут можно указать логин и пароль для подключения к MQTT брокеру. Я не делаю их сильно сложными, так как сервер крутится только в локальной сети. Теперь можно запустить активировав функцию перезапуска при сбоях. Возвращаемся в магазин аддонов. В Zigbee у MQTT нет в списке стандартных, поэтому нужно добавить ссылку на его репозиторий, саму ссылку вы найдете в описании. Вот у нас появилось два аддона, стандартная и версия для разработчиков, поставим стандартную. Ждем пока Supervisor скачает образ и развернет аддон. Кстати, аддоны от интеграции отличаются тем, что аддоны это отдельные сущности в своих контейнерах. Они работают с Home Assistant, но не зависят от него. Например MQTT брокер и Zigbee2MQTT продолжают нормально работать, когда Home Assistant перегружается. А интеграция это внутренняя сущность самого Home Assistant, расширяющая его возможности. Они нужны для взаимодействия с какими-то устройствами, подключения к внешним системам, получения каких-то данных. Готово, переходим к конфигурацию. Base Topic это название корневого топика, где аддон будет создавать свою структуру и писать данные. Порт это адрес Zigbee координатора. По умолчанию обращается к USB. Нам нужно поменять на сетевой, тот адрес который присвоен роутерам. У меня 237 и порт 6638. Уровень логирования можно оставить на уровне warning, но я понижаю его до уровня information. Pan ID это вроде название для Wi-Fi сети. У меня уже есть сеть на 6754, поэтому я меняю на другой. Канал по умолчанию 11, его можно оставить, но я по той же причине меняю на 15, тоже широко используемый. В Network Key тоже можно перетасовать цифры, но я не вижу опасности оставить их по умолчанию. Опция Last Seen выводит в интерфейс время последнего отклика от устройств. А включение опции Availability будет проверять устройство на доступность. Сохраняем. Пробуем запустить. Смотрим ход запуска в журнале работы. Предупреждение про ненайденный путь нормальное для первого запуска, аддон создает папку zigbit.mqtt в папке config. Сам процесс займет несколько минут. Пока все идет нормально. Все подхватилось, веб-интерфейс запустился на порту 8099. Активируем watchdog и добавляем значок на панель слева. Еще один момент который я заметил в последнем обновлении zigbit.mqtt. Когда ничего еще не добавлено, на странице устройств постоянно крутится загрузка. Возможно это из-за включенной проверки доступности. Надеюсь это уберут в следующих обновлениях. Перейдем в настройки. Тут видна установленная прошивка zigbit модуля, в моем случае версия от Egoni от 19 марта 2021 года. Актуальная версия zigbit.mqtt на момент обзора 1.2211. Режим добавления новых устройств можно запустить прямо отсюда. Зеленые уведомления это уровень инфа, если оставить warn их не будет, только красные. Добавился первый девайс. Это zigbit розетка от Lansong, которая ждет обзора уже с полгода, но похоже не дождется, а будет вечным тестовым устройством роутера. Теперь страница устройств запускается нормально. С опциями которые я добавил, тут появилась колонка последние данные, где показывается время от последнего сообщения с устройства и колонка доступности. Подробнее о алгоритме определения статуса устройства можно почитать в документации zigbit.mqtt. Проверим работу устройства. Отправку команды zigbit.mqtt, а также обратную связь если переключать розетку вручную. Режим памяти состояний. Для закрепления материала добавим еще парочку устройств. Круглая кнопка Xiaomi, она в отличие от розетки является конечным устройством. Круглая евророзетка от Akara. Проверим получение события от кнопки midzi. Теперь надо добавить это все в Home Assistant, который пока понятия не имеет о этих устройствах. Идем в раздел интеграций. Тут автоматически появилась интеграция MQTT, которая обнаружила установленный брокер. Подключаем ее и теперь данные устройства через MQTT видны в Home Assistant. Наши три устройства. Управление идет через MQTT брокер, Home Assistant отправляет и считывает оттуда сообщение, на которое реагирует и отвечает ZigBit MQTT. Некоторые данные, такие как уровень заряда, обновляются не сразу, а со временем. Часть объектов по умолчанию скрыта. Как происходит выбор что скрывать, а что показывать, я пока объяснить не могу. Но это все управляем. То что вам надо, можно активировать, а то что не надо, деактивировать. Это позволит вывести полезные и не плодить неиспользуемые сущности. Например когда сенсор есть, но данные в нем никогда не обновляются. Активные сенсоры появились в интерфейсе. Покажу еще одну интеграцию, она есть по умолчанию, называется Supervisor. Тут есть данные по всем установленным аддонам. По умолчанию все деактивировано. Я обычно включаю два сенсора, номер текущей версии и номер актуальной версии аддона. Чтобы появились включенные ранее сущности из интеграции MQTT, надо перезагрузить в Home Assistant. Вот сенсоры версии ZigBit MQTT. Удобно, чтобы сразу видеть обновление. А вот включенные сенсоры энергомониторинга и последнего отклика в розетке Loon Sonho. Теперь их можно использовать и в интерфейсе, и в автоматизации. И в конце я покажу еще одну полезную опцию, она находится в настройках каждого устройства и называется Retain. Для чего она нужна? По умолчанию все сообщения от устройств, которые попадают в топики MQTT, не сохраняются. Для некоторых данных, например уровень заряда, это неудобно, так как после каждой перезагрузки Home Assistant, уровни всех устройств будут пустые. С этой опцией они будут сохраняться и отображаться по состоянию на последние изменения. Так что для сенсоров обновления которых занимает время, это полезная возможность. Рассказ о Ethernet ZigBit Coordinaторе плавно перетек в некоторые особенности работы ZigBit у MQTT. Но думаю, это все относится к одной и той же теме и знать это будет полезно. На этом все, надеюсь что видео было вам интересно, буду благодарен за ваши лайки. Если не хотите пропускать новые уроки и обзоры, подписывайтесь на мой канал. В описании под видео вы найдете много полезной информации, ссылки на упоминаемые мной ресурсы, а также на мой канал в Telegram посвященный умному дому, и интерактивный каталог устройств умного дома. Если вы захотите поддержать мой канал, можно оформить подписку на сервисе Patreon. На этом все, до свидания, до новых встреч.